всем привет сегодня будем разбираться с двухсторонним материалом вот у меня есть некая моделька которая была допустим где-то скачана с интернета да и у вас могут быть какие-то проблемы данном случае здесь неправильно развернутая сторона стороны так скажем даже этого предмета то есть если я открою его с помощью получается самого редактора в данном случае у меня блендер и включу ориентацию наших получается полигонов нажимаем сюда галочку точнее стрелочку нажимаем face irritation это что синие у нас является правильным расположением красной является неправильным расположением то есть обратно и когда вы в анрио переносите то что красное у вас становится прозрачным как минимум с этой стороны то есть если вы не умеете редактировать допустим где-то в редакторах то вы можете в андрейле использовать вот такие вот штуки как двухсторонний материал то есть если я сейчас здесь включу у этого материала туса этот это как раз таки наш двухсторонний материал вот здесь галочку ставим нажимаем применить сохранить переходим в мир и наши все стороны у нас появились но сразу запомним что этот материал является более напряженным скажем он является немного неправильно все равно то есть двухсторонний материал не пользуйтесь очень много но в некоторых местах вот можно его использовать также можно допустим если у вас одни грани какие-то до полигоны и вы не использовали допустим часть его давайте я вот сейчас отредактирую этот куб я просто удаляю верхний фейс и то есть вы видите да у нас один полигон а если мы сделаем вот так вот и соответственно у нас все вот но я все сразу выровнял то есть вообще в оригинале модели имеет две стороны с одной стороны это вот это и с другой стороны это вот это то есть если вы сна снутри будете смотреть она у нас не прозрачная снаружи у нас тоже не прозрачная но если вы такого не делали или скачали какую-то модель к который допустим с одной стороны только один полигон вы можете использовать данный способ в данном случае давайте накидем материалы вот эти две текстуры точнее не материала мы их вот я сюда кидаю это base color это мы можем удалить давайте на спектр поставим значение 0 это у нас получается это у нас вектор данном случае я его быстро вызвал нажатием клавиши единица и кликнул по экрану так значение 0 на спектр чтобы у нас не отражалось ничего свет захватывало получше если мы это все применим да то есть у нас материал везде применился при условии что у нас стоит двухсторонний материал если он не стоит то мы видим некоторых местах просто прозрачность вот здесь с этой стороны он нормальный потому что здесь есть все стороны а с этой их не существует и соответственно мы можем попасть так что у нас данном случае мы ничего не видим включаем двухсторонний материал также мы можем вызвать получается lerp да linear interpolate и соответственно выдать необходимые значения как мы можем на одну сторону на наложить эту текстуру на другую сторону на двухсторонний который у нас является прозрачный по сути но мы можем вытащить и подать на ее текстурку как это сделать берем набираем ноду to site текстуринг так это не тот а то сайт сайт вот этот да и естественно мы должны мы можем подать просто напрямую по сути он должен принять и как мы видим на основной материал он наложил вот эту темно-синюю на прозрачный у нас выходит вот этот материал то есть буковкой а у нас прозрачный материал выделяется здесь вот этот но правильнее подать все таки через ноду сатурает так скажем мы округлим 0 или единица если вы здесь заметите да вот у нас есть такая вот краснота немножко какая-то либо это в текстуре проблема либо он не полностью накладывает нет это из-за того что как раз таким он не полную единицу так скажем выдает через ноду сутерейт это выглядит намного лучше ну в общем на этом все до скорой встречи всем пока